Всем привет! С вами Балканский Бомж. В Тихуане настал четверг, а значит это время для очередного выпуска приграничных новостей. Один из шелтеров для мигрантов в городе Сьюдат Хуарес был закрыт. Причина мигрантов из Гватемалы, размещенных там, принуждали к труду и не давали выходить на улицу. Женщина, управляющая этим шелтером, арестована. К слову, ее дочка управляет другим шелтером в том же районе. Сообщается, что полиция доставила 19 граждан Гватемалы в госпиталь для физического и психологического обследования. С 21 июня, официального, так сказать, начала лета, в городе Мехикали, столице штата Баха, Калифорния, погибло от жары как минимум 15 человек. В этом месяце уже трижды столбики термометра переваливали за 120 градусов Фаренгейта или же 49 градусов Цельсия. Постарайтесь избегать посещение Мехикали и окрестностей в летнее время. Мехикали является самым жарким городом Мексики, порой температуры там превышают 50 градусов по Цельсию. Если вы туда собираетесь, едьте зимой, когда там стоят приятные прохладные. Плюс 20. Группа общественных активистов под названием Друзья парка Дружбы полагает, что парк Дружбы на границе США и Мексики, видимо, никогда уже более не будет открыт. Что это за парк такой и почему я вам про него рассказываю? Если вы посмотрите на карте, парк Дружбы, он располагается около пляжа Сан-Диего, прямо напротив границы с Тихуаной. Возможно, в интернете вы можете видеть фотографии или видеозаписи, как люди касаются друг друга руками через стену или передают друг другу что-то. Это и есть кадры из того самого парка Дружбы. Там с американской стороны две стены. Одна основная, которая прям стоит на границе, вторая дополнительная. На дополнительный был вход и традиционно на пару часов каждые выходные его открывали пограничники и люди могли войти туда, подойти к стене, увидеться со своими родными, близкими, со своими друзьями, теми, кто не может попасть в Соединенные Штаты. Но вот уже более чем два года, как парк закрыт, весной 2020 года, якобы в связи с коронавирусом. Людей приостановили пускать туда и так и не начали. Ну, а с нынешним ремонтом и реконструкцией стены около пляжа, вторая стена должна стать такая же высокая, как и первая, и уже без ворот. Поэтому никакого входа в парк, естественно, не будет. Общественные активисты, конечно, пытаются что-то сделать, но кто они, а кто пограничная служба США. Будьте осторожны при посещении медицинских учреждений в Тихуане, особенно клиник пластической хирургии. Почему? Несколько недель назад жена консула Гватемалы в Денвере поехала за пластической операцией и погибла. Как это случилось? Ни у учреждения, в которые она обратилась, ни у доктора, проводившего операцию, не было лицензий. В итоге это привело к страшной трагедии. Индустрия пластической хирургии в Тихуане последнее время растет невиданными темпами. Сейчас в городе насчитываются около 200 подобных клиник и госпиталей, но не у всех есть лицензии, поэтому если вы к ним обращаетесь, будьте осторожны. К другим медицинским специалистам это также относится. В минувший понедельник рано утром два небольших землетрясения произошли в южных пригородах Тихуаны. Первое было всего лишь 2,5 по шкале Рихтера, второе 4,3. Пострадавших нет. Землетрясения частый гость в этих краях, но как правило они хоть и часты, но совершенно не сильные. Сильные землетрясения в районе Тихуаны и Сан-Диего случаются редко. Согласно заявлению мэра Тихуаны на недавней пресс-конференции, западный пешеходный переход на Сан-Исидро будет закрыт навсегда. Причина? Недостаток персонала у пограничной службы Соединенных Штатов. Западный пешеходный переход, или же Эль-Чапарао, как его называют в Тихуане, это тот самый переход, где длительное время располагался палаточный городок мигрантов, которых мексиканская полиция вместе с национальной гвардией разогнали в феврале этого года. Тогда же было объявлено, что переход открывают. Однако в марте и апреле его выделили эксклюзивно для прохода украинских мигрантов. Новость не очень хорошая, как вы знаете, на Сан-Исидро постоянно огромные очереди, в том числе и на пешеходном переходе. Таким образом, уменьшение очередей ожидать не приходится. Водяной кризис в Тихуане продолжается. В нескольких шелтерах для мигрантов воды нет уже несколько недель. В чем же причина? Все как обычно. Плюс, помимо прочего, какие-то вопросы с насосами, которые качают воду из реки Колорадо, которая проходит в двух сотнях километрах к востоку от Тихуаны. Уже около недели они не функционируют и сообщается, что вряд ли начнут функционировать в ближайший месяц. В 378 районах Тихуаны подача воды ограничена и будет таковой по меньшей мере до конца лета. А мой канал тем временем достиг 6500 подписчиков. Спасибо вам большое. Кстати, у меня тут появилась идея снять небольшой ролик о работе для новоприрующих в США. Как думаете, хорошая идея или нет? Обязательно напишите об этом в комментариях. А я благодарю вас за просмотр. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!